Как написать краткое изложение по русскому языку? С таким вопросом обратился ко мне один из моих зрителей. Спасибо ему большое! И сегодня мы еще затронем такой вопрос, как написать сочиненьку и диктант на отлично, чтобы прям улетно было, по кайфу, окей? Первое, изложение, краткое, с чего начать? С мотивации. Почему тебе необходимо написать это на отлично, на хорошую отметку, на прям улетную, прям очень кайфово? Разберемся сперва с этим вопросом, потом именно к техникам перейдем. Для чего вообще краткое изложение нужно? Для того, чтобы пересказывать книги, для того, чтобы пересказывать кинцок, когда ты общаешься с другом, чтобы ему легко объяснить, что... Вот о чем Гарри Поттер? Попробуй объяснить это в одном предложении, в двух предложениях. Вот, расскажи мне. Это история о мальчике, который едет в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Примерно. Можно длительнее сказать, а потом он там встречает Волан-де-Морта, который па-па-пау, пи-пау, вот так вот делает. Либо же можно рассказать про Хоббита аналогичным образом. О чем Хоббит? О том, как приходит Гэндальф к маленькому полурослику, который любит домашний уют, и потом он отправляется в опасное приключение. Горе. Либо же не к горе, это уже в «Ласлин колец» уже идет, если мы к горе отправляемся. То есть, краткое изложение, по сути, нам в жизни нужно, чтобы что-то пересказывать быстрым и таким улетным образом. Поэтому воспринимает как просто возможность стать лучше. Изложение в школе. Окей? Так же, как и сочинение, так же, как и диктант. Мы еще о них поговорим. Как же написать краткое изложение? Пойми, о чем основная тема твоего текста. То есть, кратенько так взгляни, какие слова повторяются чаще всего. Какие выражения, возможно, ты бы убрал, которые в принципе не меняются никакого контекста. То есть, там часто используются вводные конструкции, например, «к сожалению», «к счастью», «к нашему изумлению», «к этому», «к этому», «к этому», «по моему мнению, из рассказа данного нам видно то-то, то-то». Нам необходимо изложить всю ситуацию прям кратенько. То есть, все модальные глаголы, все модальности убираем. Модальности — это как раз-таки вот эти вот вводные позиции. И после чего у нас остается, вот он у нас был текст на вот такую вот позицию, примерно на 100 слов. А мы его сокращаем до 20. И аналогично с любыми текстами, в 5 раз сокращаем их, хорошо получается. Это вот по краткому изложению. И потом прочти заново то, что ты написал. Потерялся ли смысл? Донес ли ты информацию? То есть, основная суть донесена или нет? Такой вопрос задай после того, как напишешь. Теперь вот у нас готово сжатое изложение. Вы там написали ВПР. Я не знаю, у вас ВПР есть сжатое изложение. Напишите в комментариях, пишите ли ВПР по-русскому. Потому что одна из девчонок написала. Картошка у нее никнейм. Спасибо большое. У нее ВПР по-русскому уже завтра. То есть, прям вот скоро на подходе. И мы переходим к сочинению, друзья. Сочинение, как пишется. Сочинение это, по сути, просто ваше мнение о каком-то вопросе. То есть, вы вот так пишите, например, о гвоздях. Гвозди это металлическая конструкция, которая... Или металлический материал там используется в данных гвоздях. Как они заливаются, гвозди. Для чего используются гвозди. Их прагматика. И также, например, где можно приобрести гвозди. В каких рассказах есть гвозди. И какой символизм имеет вот этот вот гвоздь, описанный в данном рассказе. Это, по сути, все опыт, друзья. И как написать, если вы вообще ни разу не писали сочинение, делюсь своим лайфхаком. Потому что раньше у меня был совсем не ок навыки писания сочинений. Я только мог переписывать. То есть, находить в интернете готовые и переписывать. И аналогично с любыми вещами у меня было. Все, что я мог делать, это пересказывать. По сути, на этом строится весь креатив. Мы пересказываем то, что уже знаем. Но как понять то, как доложить в нашу базу данных, вот этого мозга нашего, то, что мы уже знаем? Необходимо просто пробовать писать различные слова. Смотри. Берешь клавиатуру. Начинаешь писать. Потом еще какие-то слова. Просто рандомные слова выписываешь. Абсолютно любые. Желательно, чтобы они касались той темы сочинения, на которую ты пишешь. То есть, если гвозди, то подумай, какие там слова будут ключевые, которые такие столбовые у тебя будут использоваться. Например, металл, конструкция, либо же продажи, если у вас о продаже. Либо же, если ты пишешь символизм в Пушкине, то произведение Пушкина перебираешь таким образом. Просто складируешь некоторым образом, набираешь свою базу данных головы, чтобы твой мозг был комфортен со словами, которые ты будешь использовать. Это твой материал. Ты как скульптор. Ты берешь и приносишь мрамор. Но у тебя не получится скульптура, если у тебя нет мрамора. То есть, нет вот этих вот различных связей в твоей голове со словами. И обычно, почему мы не можем написать сочинения? Потому что наш мозг не привык к вот этим вот словам. Они кажутся нам какие-то нелепыми, непонятными. И друг от друга они отдельно, когда они друг от друга отдельно стоят, как-то неприятно. Нужно сделать так мозгу, чтобы он был комфортен с тем, что они стоят рядом, чтобы их потом как-то заменять, замещать и прочие вещи делать. Это по моему писательскому опыту могу сказать. Я написал более чем 1 миллион 500 тысяч слов за всю карьеру. Даже, наверное, за этот год. За этот год, да. За этот год мне удалось столько написать. В книгах это больше, естественно. В черновиках это еще больше. Ну, то есть, опыт имеется. И ты просто пишешь рандомные слова сперва. Все. Наш мозг комфортен с этим. У него есть ассоциации нейролингвистические с той темой, с которой ты пишешь. Например, ты пишешь о Пушкине. И у тебя там есть ассоциации с Дантесом, там, с дуэлью, плюс еще с вот этим вот произведением. Евгений Онегин, там, Татьяна. Плюс письмо они отправили друг другу, вдруг переговариваются и прочее. То есть, там, читал Гомера, бронила Адама Смита. Какая-то там фразочка была. Да, была что-то. Не, зато читал Адама Смита, да. И, в общем, вы берете все вот эти цитатки из вашей головы и теперь пишете то, как вам кажется будет лучше звучать. Опять же, это берем все из изложения. Примерно понимаем, как мы рассказываем историю, тут нужно уже уметь докладывать какую-то историю. Какой посыл вы хотите донести до человека. Но я думаю, если вы живете в этом мире, то, как минимум, вы знаете, какой посыл вы хотите донести. Например, если вам нужна ложка, вы ее просите. Можете дать, пожалуйста, ложку? Либо же дай ложку. Либо же вы используете различные способы попросить ложку, да? Есть ли возможность передать мне ложку? То есть, и аналогично с написанием сочинения, вы просто думаете, на каком языке написать определенный посыл для того, чтобы твой учитель поставил тебе пятерку. Или отлично. То есть, человек, который будет принимать работу, чтобы он оценил это как отлично. Потому что здесь уже лицо, принимающее решение, это ваш учитель. Следующее, диктант, как пишется. Диктант с аналогичным образом. Если вы хотите написать его хорошо, необходимо писать больше. Также есть рекомендация читать больше. Но читать больше я рекомендую только для того, чтобы лучше понимать, как строится речь. Чтобы ваша речь обогатилась, и вы правильно конструкции расставляли, понимали, как они устроены. Там сложно подчиненность, сочиненные предложения, плюс красота вашей речи улучшалась. Для этого только рекомендую читать. Ну, можно слушать еще. Но от того, что ты слушаешь, от этого не обогатится твоя орфография и твоя пунктуация. Пунктуация, то есть там точки, тире, всякие и прочие вещи. Для того, чтобы это улучшить, сейчас благо, есть Microsoft Word. Такого раньше не было, наверное, возможно. По крайней мере, когда я родился, я особо не видел Microsoft Word. Я только потом, когда уже вырос, доступ к компьютеру получил, тогда увидел его. И если вы пишете что-либо на клавиатуре в Microsoft Word, то он вам помечает красным то, что это слово неправильное. А зелененьким помечает то, что у вас с пунктуацией проблемоз. Окей? И, соответственно, чтобы выйти из этой ситуации, необходимо как-то заменить какую-то букву. Подбирайте подбором, либо же обращайтесь к словарю. Обычно, если это у нас со словарем расширения Word, то он предлагает, какие вариации ты уже можешь подобрать. Дальше просто запоминаешь, как оно пишется, опять читаешь, продолжаешь писать. Просто подбираешь слова, и я думаю, что вы диктанты пишете достаточно легкие. То есть, если вы даже в 11 классе, то... А в 11 классе вроде уже не пишут. Там до 9, а то и до 8, до 7 пишут диктанты. Поэтому думаю, что все нормально у вас получится с диктантами. Там слова простые, поэтому вы можете спокойно их писать, и Word их будет помечать правильно, неправильно, а пунктуация тоже нарабатывается. Это все писательством нарабатывается, друзья, никак иначе. То есть, если вы просто будете верить в себя, да, конечно, есть вероятность, что вы сдадите что-либо, но она не такая уж прям большая. Но если вы будете делать, то вы повышаете свои шансы на хорошую отметку, если она вам нужна. И опять же, друзья, пожалуйста, не гонитесь за отметками, гонитесь за тем, чтобы вам было комфортно развиваться в этом мире. То есть, для чего нужны диктанты, сочинения, изложения? Для того, чтобы вы потом это применяли в реальной жизни. При написании договоров каких-либо, у вас там какая-то компания, и вы договариваетесь с кем-то, и вам нужно грамотно, интересно написать договор, чтобы все числа были учтены, до какого числа, плюс крайние даты и прочее, чтобы упоминался и наймодатель, и исполнитель, например. То есть, различные структуры. Это в плане, в юридическом плане. Либо же, чтобы вы хорошо умели доносить какую-то информацию, потому что, если вы хотите даже снять свой фильм, а потом его продать, то необходимо написать логлайн. Логлайн — это краткое содержание, вот о чем я сказал, когда говорил про Гарри Поттера, и плюс про Властелин колец и Хоббита. Поэтому, друзья, все у вас получится, понимайте, для чего вы это делаете, развивайтесь, и все у вас будет окей. Успехов вам, и хорошее настроение. С вами был солнцелучик и горбучик, и такой вот поцелуйчик. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok